В этом уроке поговорим непосредственно о том, как зарабатывать на файлообменниках, а также рассмотрим процесс регистрации в этих интернет-сервисах. Сразу оговорюсь, если вы настроились на быстрый заработок, то халявы точно не будет, так как речь мы будем вести о действительно серьезной работе. Теперь в двух словах о файлообменниках, зачем они нужны и как можно на них заработать. Итак, файлообменник – это сервис, который хранит любые файлы и делает их доступными для скачивания 24 часа в сутки, 7 дней в неделю и 365 дней в год. Каждый из пользователей интернета хотя бы раз пользовался услугами файлообменников. Выглядит это так. На каком-либо сайте, абсолютно неважно на каком, вас заинтересовала необходимая информация, учебная программа, электронная книга, песни или фильм, который вы хотите скачать. Нажав заветную кнопочку, в 99% случаев вы попадаете именно на файлообменник – Letedbit, DepositFiles, V-файл или какой-то еще. Благо интернет большой, а потому и файлообменников в нем существует достаточно большое количество. Каждый день появляются все новые. Так вот, файлообменники предлагают нехитрый выбор. Хотите скачать файл быстро – платите. Не хотите платить – качайте на медленной скорости. Кроме того, придется подождать минуту или чуть больше, пока вам будет предоставлена ссылка для скачивания. А вы задумывались над тем, что за каждое ваше скачивание, неважно платное или бесплатное, кто-то получает деньги. Нет? А зря. Это довольно прибыльный бизнес в интернет, для которого не нужно иметь свои сайты и вкладывать деньги. Для того, чтобы зарабатывать на файлообменниках, нужен компьютер, желательно безлимитный интернет и 2-3 часа свободного времени в день. Сначала может потребоваться гораздо больше времени. Это не халява, но после того, как вы освоите азы, сможете зарабатывать до 4 тысяч долларов в месяц. И неважно, где вы находитесь – Россия, Украина, Казахстан – баксы везде одного цвета. Вы, наверное, думаете, зачем владельцам файлообменников платить вам деньги? Все очень просто. На самом деле, они отдают часть своего заработка. Файлы, закачанные вами, скачивают люди, но скачивают не по прямым ссылкам, а просматривая рекламу или покупая голд-аккаунты. Условия, при которых скачивание с этих серверов становится максимально комфортным. А вот уже частью денег, которые зарабатывают на рекламе, файлообменники делятся с ньюсмейкерами. Людьми, которые закачивают файлы, распространяют ссылки на скачивание этих файлов и приводят посетителей на данный файлообменник для дальнейшего скачивания за смс или просмотр рекламы. В дальнейшем будем называть их журналистами. Итак, откуда деньги, понятно. Но как сделать так, чтобы пользователи скачивали именно ваши файлы? Очень просто. Есть в интернете сайты на движке DLE – Data Life Engine. Одной из особенностей таких сайтов является то, что добавлять информацию на такой ресурс может не только владелец сайта, но и любой пользователь. К примеру, сайт darim.info – это DLE-сайт. Обратите внимание, что после каждой новости новостями в таких сайтах называются фильмы, игры, программы, электронные книги, любые файлы, которые предлагаются для скачивания. Указан автор, дата и время размещения новости и количество просмотров. Таким образом, владельцу подобного сайта выгодно, чтобы пользователи размещали на нем новости, так как именно они делают за него львиную долю всей работы по наполнению сайта контентом, информацией. А вам выгодно размещать новости на его сайте, так как посетители этого сайта будут качать ваши файлы, а вы при этом зарабатывать. Главное – четко следуйте дальнейшим инструкциям. Главный вопрос, который интересует любого, кто оценивает этот способ заработка во всемирной паутине – сколько же можно заработать таким образом? Ответ. Файлы-обменники платят от 5 до 25 долларов за каждую тысячу скачиваний. Именно этой цифры и боится большинство пользователей интернета. И правильно боится. Потому что даже если вы будете 25 часов в сутки раскидывать ссылки на скачивание своего файла вручную, то первые тысячи скачиваний вы увидите в лучшем случае месяца через три, если не позже. Но не стоит предаваться пессимизму и опускать руки. Можно копать лопатой, а можно экскаватором. Есть программы, в которых вы создаете новость, делаете описание вашей новости, например, фильма, вставляете картинку и ссылки на скачивание, которые получите в файлообменниках, и одним нажатием закидываете эту новость сразу на тысячи таких сайтов. Одна из таких программ называется PostNews, и у меня есть еще одна хорошая новость. Мои рефералы получают лицензионную версию программы бесплатно, но при выполнении некоторых условий. Теперь немного арифметики. Пусть вы делаете лишь одну новость в день, раскидываете ее на тысячу сайтов. Если ваша новость скачает по одному разу с каждого сайта, у вас тысяча скачиваний, то есть 5-25 долларов. Если вы первый месяц закинете 30 файлов и каждый файл скачают 200 раз, то вы получите 30 умножить на 200 равно 6000 скачиваний, то есть 30-150 долларов. На следующий месяц вы закинете еще 30 файлов. При этом файлы, которые вы закинули в первый месяц, тоже качают. Как видите, подсчеты минимальные, при желании и наличии времени можно работать и получать намного больше. Но и это еще не все. Знаете, почему я об этом вам рассказываю? Потому что крайне заинтересован в том, чтобы вы начали зарабатывать быстрее и больше меня, не наступая на те грабли, на которые по неопытности наступал я. На файлообменниках существует партнерская программа поощрений за привлечение журналистов. При регистрации на файлообменнике вы получаете партнерскую ссылку. Человек, который зашел на файлообменник по вашей партнерской ссылке, зарегистрировался и начал зарабатывать на своих файлах, становится вашим рефералом. По условиям партнерской программы вы получаете 20% от заработка каждого своего реферала. Эти деньги не изымаются от того, кто зарегистрировался по вашей ссылке, их платят все те же файлообменники. Таким образом, набрав 10 рефералов и научив их зарабатывать по 100 долларов в месяц, вы получите дополнительные 200 долларов в месяц. Кто мешает набрать 100 рефералов и получить не 200 баксов, а уже 2000? Дальше можете включить собственную фантазию, взять в руки калькулятор и проанализировать, что может получиться в результате. И скажу вам, помешать может только лень матушка. На первоначальном этапе придется впахивать по-настоящему, а зарабатывать копейки, шлифовать свои навыки, постоянно совершенствоваться, овладевать новыми знаниями и навыками работы в различных программах, которые экономят ваше время и делают за вас рутинную работу. Вроде бы умом ты все понимаешь, а мерзкий внутренний голос нашептывается. Слышь, братан, а вдруг ты потратишь кучу времени и ничего у тебя не выйдет? Может, ну и у этот заработок? Давай лучше какую-нибудь халяву поищем? Интернет ведь большой. Не ведитесь. Интернет-то большой, но не будьте буратинами, которые думают, что можно закопать свои 4 сольда в землю и дождаться дерева с деньгами вместо листьев на нем. Или можно найти какой-то волшебный обменник, на котором курс будет не такой, как во всех остальных обменниках. Для достижения результатов трудиться нужно не меньше, чем в реальной жизни. Вот только размер пенсии немного отличается. Не нужно высшее образование и 40 лет стажа. Так что единственное, что от вас требуется – действовать. Теперь давайте начнем.